Задание, поняли? Пионерское. Сейчас я сырненький съем. Всем привет! Пути моей улицы. Два дружочка здесь у меня. Сегодня, друзья, купила комбикорм стартовый для своих уточек. У меня его не было. Я им давала просто мелкодробленную пшеницу и кукурузу. Сегодня и вчера вечером. Вот. Сейчас наберу. Вот такой комбикорм стартовый. У нас еще он есть. Вот. На рынке продают по 9 рублей. Пила 5 килограмм. Ути мои, ути. Дайте мне эту тарелочку. Дайте, дайте. Я вам насыплю сейчас другого корма. А ну, вот так. Давай, давай. Иди кушай. Вот так им сыплю тарелочку. Чтобы они понимали, что надо идти кушать. Ну, вот этот темненький уже кушал. Я видела. Давай, побольше вам насыплю. Правда, вам на двоих сейчас особо много не надо. Чтоб не топтались по корму. И тем более они еще и туда могут и в туалет сходить, покакать. Поэтому много не сыплю. Вот. Им этого сейчас хватит. Что вы туда попрятались? Малыш, а ну иди кушай. Давай. Иди кушай. Иди, иди. Что-то я не видела, чтоб он кушал, друзья. А ну, иди. А то я за тебя волнуюсь. И не только я. Давай. Давай. Ты где? Ты где? Друзья мои, я тут рыбу жарю. Собираюсь сырники делать. Потому что Женька со мной эту неделю. Он любит творог. Сырники любит. Вареники с творогом. Запеканку с творогом любит. В общем, с творогом все любит. Это хорошо. Ну вот, сегодня я хочу сделать для него сырнички. Ходила сегодня в магазин. И много чего понакупала, друзья. В том числе, вот, купила творожочек. Сейчас переверну рыбку. И буду сырники еще делать. Вот тут еще немножко. Сегодня рыба у нас такая. Не карась. Не карась. Таранька тут. В общем, мелочевка. Это добавка к основной еде. Рыба у нас каждый день на столе. В разном виде. До новых встреч. До новых встреч. Рыба. Продолжение следует... Вторая партия жарится, а первая уже немножечко остыла. Сейчас положу для Женьки, а то он ждет, крутится, хочет уже кушать. Так, сметанка. Вот такая магазинная. О, хоре. Женька, Женя, где кушать? Сырнички? Женя, вкусненько? Род занятый, да? Ну шо? Вкусненько. Ой, я тоже хочу. Так, попробую я. Вкусно или невкусно? Женька, вкусно? Вкусно? В самом деле вкусно. Из сахара в меру. Три ложки поставила. На полкило творога. Так, еще раз переверну. Так, я еще один хочу. Ты еще хочешь? А? Ты уже съел? Сырники. Кефир хочу. Кефир хочешь? Да. Сейчас я налью тебе кефирчик. А где кружечка? Лови. Не, я не могу остановиться. Бабушка, ты сейчас сметану. Не, тоже сметану. Я сейчас все сырники съем. Оставь дедушке охота. Кто не успел? Кто-то опоздал. Не, есть ты раз ковротка. Ну вот, друзья, уже ночь. Иду в курятник. Иду закрыть курятник. И иду до курочки. Посмотреть, что тут курочка моя. Чем меня порадует курочка. Так, я еще и яйца не собирала сегодня, друзья. Давайте возьму яйца. Так, сколько тут у нас? Так, сколько тут у нас? Так, пять штучек, да? Что? Опять пять, да? Каждый день по пять. Ну, сейчас еще посмотрим наверху. Наверху. Да? У нас же галашейка любит наверх нести. Выгоняет эту ковочку. Галашейечка. И спокойно не сносит яичко. Да, курочка? Что ты мне расскажешь? Да я посмотрю. Дай, 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 дай. Ну вот, как я и ожидала. Вот это вот яйцо. Вот оно. Это снесла мне галашейка. И это вот шесть яичек. Сегодня шесть, не пять. Так, курочка, нас интересует один вопрос. Так, друзья, вот он. Вот наклевчик. Вот наклевчик. Все. Ставлю сюда это яичко. И несу его в дом. Так, а здесь что? Здесь что? Ну, здесь наклева еще нету. Так, стучит изнутри яичко. На, курочка, на. Оставляю тебе одно. А что делать? Одно оставляю. Вот и грей. Все. Давай, пока оно там стучит. Изнутри грей его. Так, а это несу в коробочку, друзья, яичко. Все. Собрала урожай. И иду в дом. Вот так, друзья. Хожу. Так, сейчас дверцу закрою. Поплотнее в курятник. Хожу по ночам. Собираю яйца. Вот такой наклев, друзья. На яйце. Вот. Ложу в коробочку. Два дружочка здесь у меня живут. Живут. И ждут пополнения. Яичко. Вот так ставлю сюда. Коробочку. Прям под лампочкой. Вот. Тепло будет сюда идти. И утенок к утру должен вылупиться. Вы посмотрите, как он прыгает, да? Это тучка. Темненький. Какой он непоседа, а? Смотрите мне. За третьим товарищем. Чтобы он не вылупился к утру. Да. Только его, конечно. Не обижайте. Вы меня поняли? А? Задание поняли? Пионерская. Этот, темненький, прямо наблюдает за мной. Интересно, кто это будет? Он или она? Любопытный, вы понимаете? Вот я положила яйцо, а он уже смотрит. Что ж я там положила такое? Небось пойдет проверять. Да, утя? Доброе утро, друзья. Заглядываю в свою коробочку. Два утеночка мои тут. Живые, белые. А яйцо, которое наклюнуто у меня было, там еще утенок, конечно, не вылупился. Вот они, мои красавцы. Вот. Но вот это яйцо, друзья мои, больше проклюнулось. Посмотрите. Вот, наклевчик уже больше. Тихо, маленький, тихо. Вот. Больше, видите, произошел наклевчик. То есть сегодня, я думаю, к вечеру уже утенок должен уже вылупиться, скорее всего. Этот, слушайте, утенок такой неугомонный. Такой непоседа темненький. А желтенький, спокойненький. Кстати, друзья, мне предложили назвать этого желтенького утенка, знаете как? Морозка. Вы знаете? Ну, я не знаю, что на это ответить. Давайте назовем Морозка. Из-за того, что он был у нас замороженный, да, отмороженный, можно так сказать. То есть он у нас чуть-чуть не ушел на тот свет, да, из-за того, что замерз, курица его не грела. Я его обогревала, феном сушила. Вот. Он вроде отошел. Ну, давайте назовем его Морозка. Я знаю. Выживет он у нас или нет? Посмотрим. Время покажет. А, смотрите, он еще и бегает. А вот этот, слушайте, бегает, как летает. Вот шестряк. Вот шестряк. Интересно, третий вылупится, какой он будет. Вот так мы существуем. Нам пока не скучно, нам тут весело, да. Оба утеночка вот живые. Ждут появления вот этого третьего. Особенно этот, ну, везде, везде бегает. Темненький. Ой, шустряк. Шустряк. На улицу когда мне пойдете водичку пьет? Молодец. Кстати, вот этот Морозка, он пьет водичку. Пьет водичку, я видела. Но вот чтобы кушать особо вот так, я не видела, чтобы он кушал, друзья. Вот за это переживаю. Но если пьет воду, уже хорошо, да. Вот. А как быть с этим темненьким, интересно? Мы его будем называть как-то или нет? Смотрите, бегает. Но постоянно, слушайте, не поседа. Может так и назовем? Не поседа? Ну вот и все, друзья. Будем ждать вылупления третьего утенка. Кому интересно, оставайтесь со мной. До новых встреч. Пока-пока. С вами была Наталья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова